Многие понимают, что люди губительно влияют на биосферу планеты. В некоторых местах подобное влияние несет опасность уже не только в флоре и фауне, но и самому человеку. Многие понимают, что это не только в флоре, но и самому человеку. В 30 секунд бесшумно ушли под воду высокие деревья. Может ли такое повториться и где наблюдаются такие исчезновения деревьев? Расскажу в этом выпуске. Видите этих людей? Улыбчивые, позитивные люди и блестящие руководители одной из американских компаний. По добыче нефти и соляных кристаллов. Но я думаю, в жизни они меньше улыбают, так как компания Техос Брин, в которой они работают, в 2018 году проиграла в суде коллективный иск от жителей одного из округов в штате Луизиана. Сумма около 45 миллионов долларов. И это еще не окончательная цифра. Денежные переводы компания осуществляет и по настоящее время жителям небольшого района возле озера Пен-Эр. Транзакции юридически оформлены как компенсация за ущерб от деятельности компании. Но сама история тянется с 1980 года. Компания Техос Брин с прошлого века разрабатывала Наполеонсвильскую соляную шахту рядом с озером Пен-Эр. Дополнительно решили поискать и нефть на дне озера. И Техос Брин наняла другую компанию, которая на озере Пен-Эр установила буровую установку и выделила несколько бригад бурильщиков. И вот 21 ноября 1980 года произошло непоправимое. Во время бурения была пробита дыра в соляном своде нижнего уровня шахты на глубине около 400 метров. Эта дыра открыла путь в воде в туннели шахты и в до этого не открытые никем карстовые пещеры. Представляете, что в этот день там творилось? Чтобы это представить, попробуйте наполнить доверху ванну и выдернуть пробку, чтобы вода слилась. Вот именно это и произошло на озере Пен-Эр, только в других масштабах. Вода быстро размыла образовавшееся отверстие и ринулась вниз. В озере Пен-Эр в тот день сформировался гигантский водоворот, достигший 55 метров в диаметре. Такая водяная спираль моментально затосала буксир, буровую установку, 11 барж, док и остров с ботаническим садом. За каких-то 3 часа из озера ушло порядка 13 миллионов кубометров воды. Чтобы вы понимали, сколько это, посмотрите на эту фотографию. Здесь 4 миллиона кубометров воды. Следовательно, объем воды, ушедшей в недра пещер и провалов на дне озера, равен объему, как на этих трех фотографиях. Учитывая, что озеро связано с Мексиканским заливом, то каналы, соединяющие озеро с побережьем, также снизились по уровню. И соленая вода потекла в обратную сторону, заполняя опустевшее озеро. Из-за этого экосистема озера изменилась до неузнаваемости. Изменились представители флоры и фауны, появились морские виды растений и животных. А максимальная глубина озера Пен-Эр увеличилась в 100 раз и стала достигать 400 метров. Компания Техос Брин тогда не стала закрывать шахту, а просто ее законсервировала. После консервации специалисты компании начали наблюдать за геологической обстановкой в оставшихся туннелях шахты. И вот в 2011 году прозвенел важный звоночек. В этом районе произошло сильное землетрясение. И после проверки шахты был найден еще один огромный провал в одном из туннелей шахты. Вот тут-то и решили эвакуировать все находящиеся рядом населенные пункты, жители которых впоследствии и подали коллективный иск компании. Видео, которое вы посмотрели в самом начале этого выпуска, это съемка 2013 года инженерной бригады компании Техос Брин. Где четко видно, что провал в шахте продолжает расширяться и размер его спрогнозировать невозможно. А ведь все из-за того, что кому-то понадобилось получить больше денег от добычи нефти. Как говорится, жадность заключается в желании иметь более, чем необходимо. По состоянию на 2021 год землетрясения продолжают фиксировать в этом районе. И лес уже изрядно поредел. Подобные наблюдения говорят о наличии огромных дыр и пещер, которые обрушиваются на фоне появления новых подводных провалов. Эта история может стать неплохим сценарием для фильма, основанного на реальных событиях. Как, например, фильм «Темные воды», где рассказывается долгая история о многолетнем загрязнении отходами пригорода Паркерсберга. Если кто не смотрел данный фильм, то советую его к просмотру. Субтитры сделал DimaTorzok